55-тонное шасси МАЗ-547В проектировалось и затем выпускалось параллельно с моделью 547А, но его разрабатывали уже применительно к монтажу оборудования СУ нового ракетного комплекса Пионер. Первые два прототипа МАЗ-547В были собраны в 1974 году и сразу же отправлены на завод баррикады под спецкомплектацию. При полной идентичности механической части обеих машин, требования установки и боевого применения новой надстройки и спецоборудования привели к несущественной модификациям модели 547В по сравнению с 547А, что нагляднее всего отразилось в его внешних очертаниях. В результате перекомпоновки передней части на ней осталась только одна прежняя левая кабина водителя, а вторую правую сдвинули чуть назад и смонтировали примерно на полметра выше, что диктовалось необходимостью размещения перед ней нижнего прибора технологического оборудования. Эта кабина имела специальную конструкцию с треугольной формой крыши, двумя небольшими боковыми окошками, вентиляционным лючком в передней панели и висела непосредственно над передним правым колесом. Передний бампер с буксирным крюком и отдельными кожухами световых приборов имел характерную правую консольную откидную секцию. Кроме того, на шасси МАЗ-547В были доработаны системы питания двигателя и электрооборудования, изменено место расположения фильтровентиляционной установки. В результате модификации полезная длина монтажной части рамы уменьшилась до 7070 мм по сравнению с моделью 547 габаритная ширина сократилась всего на 40 мм с 3200 до 3160 мм, а высота по крыше правой кабины возросла до 2840 мм с увеличением вместимости двух топливных базов до 880 литров запас хода составил 500 км. До 1984 года в Минске собрали 538 шасси МАЗ-547В, которые в основной массе служили для монтажа оборудования СРК Пионер и Пионер УТЭМ.